12 часов и 5 минут в Кирове. Сегодня четверг, 22 декабря. Вас приветствуют Дарья Топузлеева и Владимир Сметанин. Ну, я так понимаю, у нас сегодня очередной сюрприз от погоды на улице, да, мы наблюдаем. Только вроде бы областной центр после обильного воскресного снегопада начал приходить в норму. Почищены дороги, тротуары. Вот тебе на еще такой сюрприз. Как-то, знаешь, во втором части будет даже как-то не по себе принимать. У нас в гостях Артема Драчкова, замначальника департамента городского хозяйства, да, вроде такой фронт работ большой у нас опять организуется. Ну, на самом деле, вот ты говоришь сюрприз, но так-то, по-моему, предупреждали о том, что вернутся снегопады. А вот спросим, в том числе, да, представителей администрации, как готовились к сегодняшнему снегопаду. Ну, а в первом части у нас будет беседа с человеком, работа которого и работа его подопеченных, наверное, не слишком зависит от погодных условий, но не знаю, сейчас разберемся во всем. Роман Берестев у нас в гостях, председатель законодательного собрания Кировской области. Роман Александрович, добрый день. Добрый день. С погодой не связано никак депутатской работы? Ну, в рождении всего погода в доме. Погода в доме. Чем, собственно, вы и занимаетесь, да? Ну, главное, собственно, чтобы наши люди не чувствовали вообще работу власти. Мне кажется, вот когда люди не понимают, как власть работает и не интересуются этим, но, в принципе, все вопросы решены. Я думаю, что вот это самое главное качество работы власти. А откуда тогда множество таких диванных экспертов, которые настаивают на том, что во всем разбираются и готовы подсказывать? Ну, у нас же все разбираются в футболе, смотри, про последний чемпионат мира по футболу, да, разбираются в образовании, разбираются в системе работы здравоохранения, в ЖКХ и во всех остальных вопросах. Поэтому, конечно, эксперты такие были, есть и будут, и ничего страшного в этом нет, потому что есть и здравая мысль, которая присутствует, и иногда их надо просто брать на вооружение и использовать в работе. Конец года, и сегодня мы будем говорить с Романом Александровичем об итогах работы нашего парламента в 2022 году. Затронем, безусловно, тему законотворческой деятельности, работа с районными депутатами, молодежный парламент, сотрудничество с парламентариями из других регионов России, повышение информационной открытости нашего областного законодательного собрания. Ну, давайте по порядку. Основные итоги законотворческой деятельности в этом году. Да, наверное, цифры несколько все-таки вынужден назвать. В целом, если брать, за текущий год у нас принято более 130 законов и 380 постановлений. Мы, на самом деле, в законодательстве текущего года уделяли самое большое внимание той ситуации, которая складывается в стране в целом, поскольку специальная военная операция, безусловно, наложила свой отпечаток на текущий год, и, конечно, в законодательстве это не учитывать было бы нельзя. Ясно, что одним из направлений нашей работы стало законодательство, связанное с поддержкой тех, кто участвует в специальной военной операции, а также членов их семей. И эта тема будет оставаться важной и в текущем, уже в наступающем году. Мы рассмотрели вопросы, связанные с неочередным приемом детей в детские сады, полной компенсации стоимости обучения детей в кировских вузах, вопросы, связанные с бесплатной юридической помощью, освобождение от уплаты транспортного налога. Но это только те вещи, которые рассматривают именно законодательное собрание. Если брать в целом в совокупности с тем, что принимает решение губернатор и правительство области, конечно, спектр поддержки весьма-весьма серьезный. Вы для себя, Роман Александрович, можете, не знаю, возможно, выделить какой-то один или несколько законопроектов, работа над которыми была особенно сложной для депутатов? Ну, слушайте, самый сложный бюджет, он всегда бывает самый сложный, это некий компромисс. Бюджет всегда компромисс, потому что на самом деле все статьи, которые на самом деле необходимы, все прекрасно понимают, что это все важно, включить бюджет нет возможности. Но в этом году, я считаю, просто у нас консолидировано практически большинством голосов принятие решения во втором чтении. Такого я вообще решения не припомню. То есть, значит, наша работа была качественной, бюджет был обсужденный, благодарен Александру Валентиновичу Соколову со всеми фракциями. И многие предложения фракции были учтены в проекте бюджета, и в результате, в общем-то, сложился вот такой компромиссный бюджет. Но при том, мы там не видим пока, что на сегодняшний день, что он какой-то такой тяжелый. Будем работать, конечно, будем зависеть от доходной базы, и вот в этом отношении я бы еще хотел об одном из направлений 2022 года сказать. Это вопросы, связанные с работой бизнеса, это вопросы, связанные с налоговыми ставками, с предсказуемостью. Мы начинали этот год с налоговых ставок и с принятием соответствующих решений. По налоговым ставкам было принято неправильное решение, с моей точки зрения, надо было раньше это делать. Но в этом году мы... Поясните, пожалуйста, о чем идет речь для тех, кто выпал, может, из информационного пространства. Да, ставки на 2022 год мы принимали в январе, что неправильно. Бизнес должен быть предсказуем. Горизонт планирования должен быть, да? И здесь, в текущем году мы приняли все решения уже в ноябре месяце, исходя из горизонта планирования трехлетнего. То есть мы на сегодняшний день имеем ставки по налогам на 2023, 2024, 2025 годы. То есть я считаю, что вот это очень важное достижение, при том оно тоже абсолютно сложное и непростое. Учитывались предложения и фракций, и бизнес-сообщества, Вятской торгово-промышленной палаты, там, других объединений, представителей бизнеса. И я думаю, что решение такое, ну, в общем-то, получилось. Ну, тоже речь идет о некоем компромиссе, да? О некоем балансе, да? Безусловно, важно. И, ну, в общем и целом, на самом деле, мне кажется, понятно, что и сейчас есть предложения по налоговым каким-то дополнительным преференциям, но мы готовы обсуждать и в дальнейшем. То есть если речь вести о том, что какой-то вид бизнеса сегодня, ну, наименее востребовано, у нас несколько направлений, получили максимальные налоговые вычеты, это, ну, в частности, максимальные налоговые льготы кинотеатры, которые однозначно там сегодня страдают от отсутствия зрителей, и в связи с тем, что у них нет возможности транслировать большой, ну, вообще нет возможности транслировать зарубежные фильмы. Поэтому, на самом деле, как бы вот здесь поддержать вот эту отрасль было крайне важно. Поэтому, ну, вот компромисс, это, наверное, самое главное в этих, во всех вещах, когда слышать друг друга, принимать решения взвешенно, исходя из возможностей и исходя из того, чтобы достигнуть максимальный эффект. Если не отходить, да, далеко от бюджета, как парламент оценивает работу в части привлечения федеральных бюджетных средств в регион? Здесь мы регулярно рассматриваем эти вопросы. Ясно, что стараемся, чтобы, ну, во-первых, привлечение шло максимально полно по большинству направлений, то, что сегодня возможно привлечь, а где не максимально и не полно, депутаты регулярно об этом говорят. И поэтому, на самом деле, я не буду сейчас называть конкретные примеры, но... Почему? В текущем году, ну, мы несколько раз, как бы, говорили о том, что здесь еще можно поактивнее поработать, и, ну, активность на самом деле есть, и поэтому мы видим сегодня привлечение дополнительных средств на благоустройство и областного центра, и районных муниципальных образований. Мы сегодня видим увеличение, привлечение средств по дорожному строительству с точки зрения федерального бюджета. Мы видим даже то, что сегодня областная власть, и тоже здесь благодаря нашему губернатору, обратила внимание на федеральные дороги и начала требовать с федералов того, чтобы эти дороги были... Приведение в нормативное состояние. Поэтому вот здесь по всем направлениям. Сейчас из последнего физкультура-спорт. То есть, мне кажется, здесь тоже есть возможность еще привлекать дополнительные средства, и на строительство спортивных объектов, и на развитие инфраструктуры наших уже действующих объектов. Ну, там же еще важный нюанс соблюдения, да, требований федерального центра. Вот деньги даются, определенные же параметры есть, чтобы они не пришлось потом их возвращать обратно, да? Так это надо обязательно готовиться к этим вещам, потому что, ну, нужна предварительная работа, нужна там, ну, некая, как минимум, проектно-смертная документация. Нужно понимание, сколько средств нужно на тот или иной объект. Поэтому, конечно, эта работа непростая, она сложная, но, тем не менее, каждое министерство, каждое ведомство должно этой работой заниматься. А мы в этой ситуации эти вопросы рассматриваем. Вот сейчас как раз формируется план контрольной деятельности законодательного собрания на 23-й год. Многие из этих вопросов, они в плане контрольной деятельности есть. Еще такой важный момент в работе областного законсобрания хочется затронуть. Это законотворческая деятельность депутатов. Что в выходящем году с инициативами происходило народных избранников? Стало ли больше инициатив этих рассмотрено? И почему важно заниматься этим направлением? Мне кажется, как раз мы, когда начинали работать, один из тех вопросов, который звучал от журналистов на первой пресс-конференции, это то, что законодательное собрание, это вот только давить кнопки, соглашаться ли, либо не соглашаться с теми решениями, которые предлагает исполнительная власть. Сейчас у нас есть соотношение, что треть закона проектов внесены депутатами. То есть это уже некий шаг для того, чтобы сказать, что мы работаем сегодня над этим направлением. И действительно депутаты предлагают очень много разных инициатив, которые касаются решения важных вопросов. Но вот цифру опять же приведу. 39 из 119 от законопроектов, от общего количества законопроектов, они поступили от как раз депутатов законодательного собрания. Мы многие вопросы, которые на самом деле сегодня в повестке звучали и по решению принципиальных вещей, и по новым темам, как, например, закон о народных художественных промыслах, мы инициировали их разработку, приняли самое непосредственное участие. Понятно, мы согласовывали механизмы, потому что все равно исполнительная власть будет заниматься и принятием решений исполнением уже данных законопроектов с тем, чтобы это было нормально прописано с точки зрения исполнения. Поэтому на самом деле многие вещи, я считаю, что удались. Активизировались в плане, я хотел бы продолжить вопрос, активизировались в плане законотворчества представители всех фракций? Да, я критиковал фракции в середине года, если вы помните, да, с точки зрения неполной включенности, потому что, ну, были вопросы. Мне кажется, сейчас включились все, потому что на самом деле депутаты инициируют и более активно уже излагают свое видение вопросов. Поэтому сейчас уже вот на сегодняшний момент я бы хотел как раз поблагодарить все фракции, вне зависимости от политической принадлежности, за активную законодательную работу, что, собственно говоря, и сделано в последнем заседании законодательного собрания в текущем году. Есть планы повышать этот процент? Да. Ну, нужно еще больше законов. Понимаете, повышать, не повышать. На уровень 50 процентов. Здесь это такое соотношение. Опять же, может быть меньше, но лучше. И качество, чтобы было законопроектов соответствующих. Потому что, ну, есть еще с этим вопросы. Понятно, что надо прорабатывать очень многие направления деятельности. Поэтому с точки зрения вот там соотношения, что надо, оно такое или другое должно быть. Ну, видите, мы же, у нас только 4 депутата работают на постоянной штатной основе из 40. То есть десятая часть. А все остальные это общественники. То есть они, эта депутатская деятельность для них не является основной. Поэтому, конечно, у исполнительной власти, у которых есть штаты юристов и специалистов в рамках конкретных отраслей, им многие вещи, ну, проще аккумулировать и какие-то там темы сделать. Поэтому, ну, здесь я не думаю, что это вот самый главный показатель, который там должен как-то соотноситься. Депутаты, чтобы активность они проявляли. И депутаты разные, вне зависимости от политических фракций. Но если здравое зерно есть в рассуждениях, наверное, надо вот приходить к этому и брать в работу. Часто ли в этом году ЗАГС Собрание выходило с инициативами на федеральный уровень? Потому что нередко и мы в этой студии упираемся, да, в такие вещи, когда о чем-то говорим. И спикеры говорят, что требуется изменение там федерального законодательства, да, соответственно, для того, чтобы федеральное законодательство хотя бы догадалось о том, что должны быть внесены какие-то изменения, требуются инициативы в регионах. Не всегда инициатива является вот инициативой ради инициативы. Многие вещи, действительно, во-первых, уже коллеги внесли. То есть мы смотрим, оцениваем уже законы. Из других регионов, да, например. Да, по вот тем же самым темам, которые мы на сегодняшний день там можем рассматривать и что-то там нужно поправить. Ну, в частности, одним из важных законопроектов, как я считаю, сегодня для нашей области является вопрос, связанный с изменением Лесной кодекса Российской Федерации. Но там уже внесла группа депутатов и во главе специальным комитета, который профильного комитета Государственной Думы. То есть, в принципе, как бы мы посмотрели данный законопроект, он максимально устраивает. И мы сейчас работаем с нашими коллегами-депутатами из Государственной Думы. Вместе, понятно, с исполнительной властью, с тем, чтобы Госдума все-таки поддержала вот эти изменения, которые крайне важны для развития нашей лесной отрасли. Поэтому здесь механизмы внесения, это вот он на самом деле крайне непростой. Но у нас очень много вопросов, связанных и завязанных на ресурсы, на финансы. Здесь, ну, одним из документов, без которого не примет Государственная Дума вот какие-то решения, должно быть финансово-экономическое обоснование. Что просчитать в рамках конкретного региона не всегда представляется возможным. Потому что там любые вопросы, связанные с финансированием, так или иначе, нужна аналитика уже федерального уровня. Поэтому здесь это направление, я считаю, что перспективно, не надо его углублять. Но мы еще раз говорю, что там используем все площадки. А. Поддержка коллег. Б. Это работа в рамках ассоциации законодателей Привозского федерального округа, где мы очень много таких вот тем сегодня обсуждаем. И одно из последних решений, кстати, у нас алкогольная тема, она продолжает оставаться. А. Одна из самых актуальных. Б. Да, в рамках законодательства. Мы обратились в Государственную Думу с тем, чтобы нам передали вопросы, связанные с принятием решения размещения алкогольных точек. То есть сегодня у нас здесь права ограничены. Многие вещи на себя забрали федералы, и, соответственно, там уже решение принимается. Вот мы обратились, что давайте мы в этой ситуации сами разберемся. У нас у каждого региона есть своя специфика, есть свои нюансы. Ну, чтобы точки не размещались в жилых подъездах, а у нас даже это иногда возникает, да, чтобы там на первых этажах жилых домов там, да, и так далее. Хотя мы соответствующие законодательные акты здесь тоже принимаем. Поэтому здесь вот это обращение мы тоже внесли и работаем. Ну, и третья, там, позиция номер В, там, да, этот самый, ну, или под буквой В, это вопрос, связанный с Советом законодательной России. У нас и такая площадка есть, мы дважды в год собираемся, очень много интересных и важных тем там обсуждаем. Ну, в частности, одно из последних тем, это вопросы, связанные с как раз так называемой административной гюлотиной. Как она работает в регионах, какие рекомендации нужно выработать для того, чтобы она работала лучше. Поэтому эти рекомендации тоже Совет, ну, наша профильная комиссия в Совете законодательной рассмотрела, и мы уже вынесли на уровень Совета Федерации Государственной Думы свои рекомендации. Ну, и у нас очень большое последнее заседание как раз осталось по вопросам, связанных с развитием экономики в период специальной военной операции. И тоже много рекомендаций, с учетом того, что у нас еще были министры правительства Российской Федерации, то есть, ну, я думаю, что, наверное, многие вещи войдут уже в какой-то конкретный перечень решений по вот этому направлению. Стоит ожидать, что в следующем году, да, уже конкретные какие-то будут решения приняты на федеральном уровне? Многие принимаются, они многие принимаются, и многие уже говорят, мы говорим о том, что вот это надо, они говорят, вот в разработке уже такой-то законопроект, вот это было тогда-то, это вот в такие-то сроки. Ну, то есть, движение как бы в этой ситуации абсолютно там слышат и слушают. Но свои законодательные инициативы на федеральном уровне все-таки выносить надо, и, наверное, это одно из полей деятельности, которое я определяю на 2023 год. Взаимодействие с коллегами из муниципалитетов, из районов Кировской области. Мы знаем, что в этом созыве областного ЗАГС собрания возобновилась практика проведения дней ЗАГС собрания в районах. Давайте об этом поподробнее поговорим. Почему нужно внимание уделять тоже этому направлению? На какие темы общаетесь? В чем суть общения заключается? У нас же состав ЗАГС достаточно разный. Есть депутаты, которые представляют районы, но которые видят в основном жизнь внутри своего избирательного округа. И, конечно, для того, чтобы расширить горизонты и видений, и планирования, и принятия решений, наверное, важно, собственно говоря, смотреть, как живут сегодня районы. И смотреть, как достижения районов, так и проблемы. И поэтому в этом плане дни ЗАГС собрания в районах я считаю, что абсолютно правильная форма работы. Мы выезжаем, мы не только хорошим говорим, мы смотрим и проблемные темы. Безусловно, там есть каждому, что похвастаться, но, допустим, последний наш выезд в Нолинск был посвящен вопросу народных художественных промыслов. Мы прекрасно понимаем тяжелое финансовое состояние. Сегодня компания «Вятский сувенир», которая занимается уникальными матрешками. У нас вот сегодня матрешки «Вятского сувенира», инкрустированные соломкой, являются уникальными в мире. То есть таких больше никто не делает. И это производство сегодня находится на грани выживания. В чем проблема? Нет рынков сбыта? Сегодня, да, проблема именно со сбытом продукции. Потому что, ну, они привыкли к крупным партиям, и как бы еще не и маркетинговые ходы, и истории. То есть это ситуация, которая сложилась для предприятия внезапно? Или эта проблема накапливалась когда-то? Она сложилась в период пандемии. Да, потому что, ну, все равно спад туристический в любом случае был и не только у нас, поскольку эти сувениры поставляются в рамках всей страны. Поэтому мы и говорим о том, что там надо активно на электронные площадки выходить на... Маркетплейсы, так называемые. Да, да, да. Мы говорим о том, что как можно нам продвигать уже... Да, да, просто даже в качестве сувенирной продукции, если там все органы власти будут брать не только дымку, но и еще какие-то другие эти направления, но это важно. И поэтому, ну, здесь это вот как бы там проблемная тема, которая прозвучала. Ну, и есть еще одна у них проблемная тема, это реконструкция библиотеки, которая является объектом культурного наследия. Историческое здание. Депутатов, которые сказали, я обязательно сюда привезу всю семью, чтобы мои дети посмотрели, как живет сегодня вот Налинск, Налинский район. Насколько вообще активные депутаты в районах работают? Уделяется ли этому какое-то внимание? Чем они отличаются от депутатов областного законсобрания? Не знаю, в чем вот их особенная специфика такая заключается? Да, районные депутаты это тоже очень важная составляющая, потому что это представители уже конкретных, то есть они еще представляют, ну, там, не очень большой круг людей, но тем не менее... То есть это руководители предприятий, коллективы всевозможные. Тем более, что это очень важно, потому что здесь-то вот как раз и концентрация вот этих всех проблем-то, она на самом деле на самом высоком уровне и находится. И поэтому здесь, там, когда мы организовали не только дни законодательного собрания, но и создали совет, воссоздали совет представительных органов местного самоправления при ЗАГС собрании, мы слышим позиции с мест. Председатели сегодня районных дум, они имеют возможность довести позицию как раз с территорий, а что сегодня там не хватает? Очень много там тем мы рассмотрели уже в текущем году и сейчас вот приняли решение о планировании, уже план составлен на 2023 год на основании их предложений. Не наших предложений, а предложения районов. Насколько вообще вот отличаются проблемы, да? Потому что мы все равно так или иначе все крутимся вокруг Кирова. Отличаются. Отличаются. Проблемы отличаются. И когда ты там смотришь только как бы Кировом руководствуешься, ты абсолютно не видишь, как развиваться территория. И, ну, там зачастую есть такое мнение, что там все плохо. Ну, категорически не согласен. Территории развиваются, есть много чего хорошего. Понятно, что там всегда есть там куда стремиться и куда двигаться, но тем не менее движение в этом направлении есть. И когда мы видим новый хирургический корпус в Налинске, когда мы видим сегодня реконструированный дом культуры в Налинске полностью, да, мы говорим о том, что да, действительно это есть. Когда мы едем в Зуевку и видим, как закладываются первые там камни, а сейчас он уже там практически готовый объект, дом культуры в селе Соколовка Зуевского района, мне кажется, это важно. То есть что там появится очаг культуры, и люди, которые живут в этой территории, вот у них будет новый объект. Ну, то есть вы оцениваете это как большей части заслугу именно муниципалитетов, а не областной власти, которая выделила деньги? Это совместная работа. Выделить деньги, это еще не все. Нужно организовать там, да, найти достойного подрядчика. Хотя наши конкурсные процедуры всегда говорят о том, кто меньше дал стоимость, соответственно, тот и должен выигрывать. Но и проконтролировать его работу таким образом, чтобы люди, которые придут в этот объект, дети там, которые придут, ну, допустим, капитальный ремонт школы, вот в Кирсе мы смотрели, да, придут на этот объект. Ну, они ощутили, что действительно произошли серьезные изменения, и им было еще комфортнее учиться, либо получать там, соответственно, медицинскую помощь, либо услуги в сфере культуры. Ну, то есть, ну, в общем и целом, чтобы это для людей, на самом деле, любой процесс происходит. Если говорить же, да, опять о связи с муниципалитетами, еще во времена руководства СМО Андрея Лучинина, да, много он говорил о том, что люди боятся занимать в муниципалитетах какие-то руководящие должности. Что-то вот в этом плане изменилось? Охотнее люди теперь работают в районах? Знаете, мне кажется, у нас кадровая история примерно одинаковая во всех отраслях. Я думаю, что и в журналистике сегодня есть этот... В чем проблема? Брать ответственность на себя? Это та же, нет. Ответственность там вот действительно брать стали сложнее, исходя из того, что это ответственность, это груз, который надо брать на себя и с этим жить. И поэтому, конечно, в этом направлении найти сегодня эффективного главу муниципального образования не так просто. Я думаю, что тут ничего не поменялось, но это точно так же, как на сегодняшний день не хватает кадров у нас в оборонной промышленности, в предприятиях сельского хозяйства, в образовании, в здравоохранении. И мы регулярно об этом говорим. Одним из тех контрольных вопросов, которые мы в начале года будем рассматривать, это как раз кадровая ситуация в социальных отраслях. Потому что мы считаем, что это крайне важно сегодня, чтобы вот здесь было выстроено... Это педагоги, воспитатели, да, правильно понимаю? Ну, социальные отрасли, это и медицинские работники, это работники культуры, например, особенно в районах нехватка ощущается. Социальные работники, где тоже уровень оплат труда не сильно высок, и поэтому здесь по каждой отрасли нужны определенные взвешенные, понятные кадровые, ну, не только кадровые, а организационные, управленческие решения. Ну вот, смотрите, да, раз мы... У нас минута до перерыва. Я тогда вопрос задам, возможно, ответим уже после перерыва. Если говорим об образовании, да, почему именно об образовании, говорю, сейчас очень много говорим о том, что строятся новые школы, прям в больших количествах относительно каких-то там предыдущих, да, там, 10 лет. Но, тем не менее, школы новые строятся, дети идут в новые школы, педагогов не хватает вообще. И воспитателей в детских садах тоже, между прочим. И воспитателей в детских садах, педагогах в этих новых школах, получается, мы вроде бы одну проблему решаем, но получается, что проблему эту решаем исключительно, ну, грубо говоря, там, созданием, да. Вот здесь в этом плане возможно ли сделать какие-то шаги, там, да, с точки зрения законодательства? То есть просто увеличивать заработную плату, поможет ли это? Если нет, то какие еще шаги может принять, я не знаю, там, с точки зрения законодательного собрания с вашей стороны? Я предлагаю все-таки, сейчас, да, извините, что перебил, предлагаю все-таки сделать небольшую паузу. Первая часть на этом нашей встрече заканчивается, продолжим очень скоро. Продолжаем наш разговор с Романом Бересневым, председателем законодательного собрания Кировской области. Очень важный, да, сложный вопрос Даша создала до начала паузы. Что делать с кадрами? Безусловно, мы готовы сегодня принимать все действия, и не только по повышению уровня оплаты труда, хотя наше действие уже на начало 23-го года, оно есть, в бюджете есть средства на повышение уровня оплаты труда, в том числе педагогических работников, сейчас механизмы правительства отработают, я думаю, что об этом будет объявлено. Здесь, в принципе, надо повышать престиж профессии педагога, о чем как раз вот буквально сегодня, вернее, вчера в рамках рабочей группы, я думаю, что сегодня уже в теме госсовета, по молодежной политике, наверное, озвучит наш губернатор Александр Анатольевич Соколов, потому что следующий год год педагога-наставника, и поэтому в этом направлении, конечно, очень много надо сделать и материальных каких-то решений, но и, соответственно, вопросов, связанных с тем, чтобы действительно престижность этой профессии возрастала и была популярна среди молодежи. Поэтому, конечно, здесь комплекс действий, это и увеличение количества бюджетных мест для того, чтобы выпускать как можно больше специалистов этого направления, но и этих специалистов нужно заинтересовывать, потому что молодые специалисты сегодня интересуются как раз тем, чтобы работать в современных образовательных учреждениях. Тут абсолютно, Дарья, согласен с вами, что комплексная задача, которую мы тоже понимаем, что надо решать комплексно. Нельзя только строить или нельзя только в педагогов вкладываться, нужно и строить, и вкладываться в развитие и вообще в стимулирование труда наших педагогических работников. Давайте сейчас поговорим о совместной работе с представителями законодательных органов из других регионов Приворского федерального округа. Существует ассоциация законодателей ПФО, мы о ней уже немножко сегодня упомянули. В чем важность этой работы заключается? Ну и вот, как мы выяснили сейчас в перерыве, у нас в следующем году запланировано большое мероприятие именно в Кирове. Да, Роман Саныч? Да, я считаю, что для нас оказана высокая честь, что в третьем квартале 2023 года заседание Ассоциации законодательного Приворского федерального округа пройдет у нас. Притом, мы, поговорив с Александром Валентиновичем, как бы пришли к общей позиции, что чем мы можем похвастаться тем, что не берут другие регионы, потому что там и темы комплексного развития сельских территорий и здравоохранения там есть, мы решили все-таки посредоточиться на будущем и взяли вопрос, связанный с развитием молодежной политики. И я думаю, что там вот с этой точки зрения интерес к этой Ассоциации будет достаточно высок, потому что здесь есть и сегодня как раз Госсовет рассматривает эти вопросы по молодежной политике. Я думаю, что и Ассоциация пройдет в этом отношении достаточно интересно. Тем более, что сейчас к Ассоциации активно присоединяется и Ассоциация молодежных парламентов Приворского федерального округа. Ну, в частности, вот они уже выходят на нас с конкретными своими инициативами. Была поднята на последнем заседании очень интересная тема в отношении ответственности тату-салонов по татуировкам для несовершеннолетних. То есть там несовершеннолетние делают татуировки без согласия родителей, и ответственности в этой ситуации никакой нет. И вот сами молодые законодатели вынесли вот такую интересную инициативу. Да, конечно, там надо все взвесить, обсудить. Мы как раз решили не торопиться, а более взвешенно подходить к этой инициативе, посмотреть все аспекты, и в этой ситуации принять такое уже вполне взвешенное решение. Поэтому и сегодня молодежь готова интересными инициативами, в общем-то, даже удивляться. Неожиданными инициативами. Ну, а как? Ну, вот так вот. Давайте оценим, если там ребенок, там, 12-13 лет приходит домой с татуировкой, и, собственно говоря, что в этой ситуации родитель может сделать? Ничего. Ну, паника в первую очередь какая-то, видимо. Паника и больше, собственно говоря, кроме паники, там, какого-то наказания в отношении своего несовершеннолетия, ну, наверное, сложно что-то предусмотреть. А на самом деле вопрос сегодня есть, и вопрос достаточно серьезный, потому что, ну, мы много говорим о каких-то идеологических аспектах. Вот здесь, там, да, мне кажется, эта тема сегодня, если брать телеэкраны, да, брать там сегодня представителей любых отраслей медийных, в том числе спорта, мы видим, что в большинстве своем вот эти представители так называемых звезд, они сегодня очень сильно раскрашены именно в отношении собственного тела. А, кстати, вот мы на неделе говорили о создании подростковых пространств, да, с уполномоченным по правам ребенка в Кировской области. Я думаю, что надо объединять тут как-то усилие. Видите, какие интересные темы сегодня молодежь подбрасывают нам, и поэтому я думаю, что, наверное, в этих вещах надо действительно задумываться и смотреть, потому что, ну, родители наверняка об этом думают, но как бы сегодня пока вот таких инициатив в этой ситуации не было. Ну, ладно, раз уж про молодежь заговорили, давайте тогда и про молодежный парламент Кировской области, который возобновил таки свою работу в декабре. Вот буквально на днях 40 представителей, да, начали свою деятельность. Вы как оцениваете своих коллег? Оценивать будем по результатам. Результатам. К чему будете их? На что будете их? Натаскивать, не знаю, учить? Натаскивать мы не собираемся в этой ситуации. Да, они сами заявили о том, что хотят образования, то есть некий образовательный блок, который, я думаю, что будет для них делать действующие депутаты, действующие работники аппарата законодательного собрания в отношении законотворческого процесса, работы с законопроектами, процедурных вопросов, наверное, что-то в отношении законодательства, то, что они просят. А дальше они уже будут сами генерировать определенные идеи. И действительно, сегодня вот тема законодательной инициативы, она есть. Многие законодательные собрания Приволжского округа уже, если брать конкретно пять, приняли решение о том, что молодежный парламент имеет право в законодательные инициативы. Будет ли наше обладать? Но мне кажется, надо смотреть по результатам хотя бы, как минимум, первой работы. Если будут интересные идеи, которые будут превращаться в конкретные уже законодательные проекты, я думаю, что можно было бы рассмотреть и этот вопрос с точки зрения того, чтобы мотивировать этих ребят на то, что они могут сегодня в этой теме работать. Притом, это же тема любая, вне зависимости от вопросов. Это могут быть вопросы экономики, это могут быть вопросы социальной сферы. То есть это не только о молодежи. Это скорее видение молодежи сегодня тех решений, которые сегодня жизненно необходимы и важны для принятия. Ну вот смотрите, молодежные парламента, особенно с учетом бэкграунда, с распуском ходят в обществе, ну как-то с улыбкой многие относятся к тому, что вы тут поиграть в законотворческую деятельность какую-то решили или что? То есть у депутатов областного ЗАГС собрания нет ли какого-то такого отношения? Ну не пренебрежительного, да? С учетом того, что коллеги сами вынесли инициативу о том, чтобы каждый депутат вносил своего представителя, нет. Нет, поверьте, нет. И многие наоборот с заинтересованностью и с таким, а как мой? Да, там первое заседание прошло, а как мой? Все ли хорошо? Все ли нормально? Как в этой ситуации? То есть это не номинальные какие-то посланники в молодежный парламент? Нет, и поверьте, как бы там действующие депутаты районных дум, там есть у нас даже представитель бюджетной комиссии одной из районных дум, молодой представитель, да? Ну то есть это уже ребята, которые себя в принятии нормотворческих решений реализовывают. И поэтому, мне кажется, это очень важно. Вы-то своего легко нашли? Ну нет, я один из последних представил кандидатур. Придирались? Ну в этой ситуации я просто, ну как бы хотел, чтобы, так сказать, человек действительно уже был с определенным и хорошим бэкграундом с одной стороны, а с другой стороны, чтобы он действительно мог тоже генерировать и предлагать очень интересное решение. Ну, видимо, нам нужно уже подытоживать, да, нашу сегодняшнюю встречу, потому что время летит очень быстро. В общем, настроен на работу на 2023 год, как обычно, деловой, да, областного законодательного собрания. Мы готовы работать и дальше, на благо наших граждан. В январе состоится следующее пренарное заседание? Пока на середину февраля оно запланировано, потому что... Или традиционно у нас январь там выпадает. По-разному, по-разному. В этом году мы в январе проводили заседание, но была необходимость, и поэтому мы в этой ситуации никогда не говори никогда. Если была эта необходимость, мы соберем законодательное собрание и раньше. Ну да, события могут посыпаться просто непредсказуемо, да. Роман Береснев, председатель законодательного собрания Кировской области, был у нас в гостях. Всех с наступающим Новым годом. Спасибо, всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова